В эфире Беларусь 4 Гомель спортивное обозрение в студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Сегодня на стадионе Луч стартовала 11-я областная спартакиада среди инвалидов. В этом году в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов со всего региона. Программа мероприятия обширная и включает в себя без малого десяток спортивных дисциплин. Проводиться спартакиада будет сразу на нескольких спортивных площадках города Гомеля. У нас на сегодняшний день представлены спортсмены из 16 районных организаций. 4 районных организаций по городу Гомелю и 12 по Гомельской области. По видам спорта мы проводим здесь соревнования. Это бег на колясках. В основном у нас участвуют инвалиды-колясочники. Сам бег для лица, который позволен без колясок. Дартс, шахматы, теннис. Отличной мотивацией продолжать тренировки и стремиться к новым победам для спортсменов является в том числе и успешное выступление белорусов на Паралимпиаде в Рио, которая прошла в 2016 году. Всемирно известно и признано, что самый короткий путь реабилитации и адаптации в жизнь общества людей с инвалидностью это через физическую культуру и спорт. И очень важно на сегодняшний день, что вот уже в Гомельской области создан центр олимпийского резерва по паралимпийских видам спорта. Набирает обороты проходящие в эти дни открытый чемпионат США по теннису. За океаном есть и представители Беларуси. Александра Соснович накануне проводила свой стартовый матч на турнире. В первом раунде основной сетки в сопернице белорусски достался 115-й номер мирового рейтинга – американка Джулия Боузера. Поединок длился чуть более часа и завершился победой нашей спортсменки со счетом 6-2-6-2. Отдельной строкой в расписании стоял матч Марии Шараповой, которая возвращается в большой теннис после дисквалификации. В первом же раунде в сопернице россиянке достался второй номер посева – Симона Халиб. Поединок получился трудным, продолжался 2 часа и 44 минуты и завершился победой Марии со счетом 6-4-4-6-6-3. Следующий матч против 59-го номера мирового рейтинга венгерке – Тимея Бабаш. Отмечу, что в случае удачного выступления и белорусской, и российской теннисисток мы сможем увидеть их очное противостояние уже в четвертьфинале. Самый настоящий праздник спорта состоялся накануне в Калинковичах, и это зонрейс. Проверку на прочность прошли почти 200 неравнодушных к бегу людей. Организаторы вторых по счету гонок с препятствиями подготовили необычную трассу длиною в 6 километров. Основные детали сложнейшей трассы готовили еще в начале лета, накануне первой гонки. Часть преград созданы самой природой, но большинство специально смонтированы. Бегуны-экстремалы переносили бревна, кантовали покрышки и преодолевали трехметровые стены. В индивидуальном зачете у мужчин первое место занял точка Артем из Мозыря. Победу в женских соревнованиях праздновала Пектерева Татьяна из Минска. В командном первенстве первой стала столичная команда – Волот. Будьте в курсе спортивных событий вместе с «Беларусь4». Выпуск готовил Михаил Садовский. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин